Привет! Ивлеева в студии! Блять, да! И так, на канале Тудент свежайший обзор! Вау, вау, вау! Свежайших новинок! Еее! Ну почти что-то, картинка столько. Хе-хе, Ивлеева у нас в студии. Неважно. И что же у нас сегодня такое на столах? Иди-бизи! Чипсы новые, новейшие чипсы. От Ивлеевой, собственно, ее... Мы в прошлые ролики ее вкусы снимали, да? От Лейса. От Лейса. Теперь она сделала свои собственные именно чипсы. Прошу тебя заметить, мы обсирали эти вкусы. Да. Унижали. Конкретно просто уничтожали и говорили, что они полные... Лучшие, да. Из-за веки Лейса. Да. Но я думаю, сегодня ей ничего не изменится. Не знаю. Здесь зато мы можем сказать, что упаковки прикольные. Ну, интересно. Там мы шмырили упаковки. Да. Упаковки интересные. Все яркие, веселые. Ну давай пробовать тогда начинать, скорее. Давай начнем с чего? Здесь вот это... Вот, давай, кстати, цехарию начнем. Сотри, короче. Холодец, это пальма. Снимается. Это не пальма, это просто дерево, кстати. Классное оформление. Оформление прикольное. Веселое, необычное. Такое реативное. Это, видимо, какая-то маленькая школьница. Это Явлеева типа. Да бля, ясен хуй, что это Явлеева. Ну... Здесь прикольно. Стильно, модно, молодежно. Да, да. Очень это... Какой-то слабый запах. Картохи и чуть-чуть хрена. Ой, да холодца хрена мы очень слабы. Обычно холодец, хрен, сухарики берешь, они ядерные. Да и чипсы есть такие, прям они прям... Ох! А тут пахнет больше жареные картошки и чуть-чуть нотки хрена есть. Да, да, прям маленькие. Ну, короче, по запаху очень ненавязчивые чипсы. Упаковка синяя внутри. Да. Это лакшери упаковка. Ничего себе упаковка. Реально лакшери. Слушай, ну они стоят 50 рублей, да, за одну упаковку? Надпись сзади. Это чипсы? Нет, это чипсейшн. Балдейшн. Понятно вот так. Топовая картошка, нежная обжарка, вкус 10 из 10. И главное, забалдительное настроение. Сейчас мы посмотрим вкус 10 из 10. Не 10 из 10, я уже попробовал. Это похоже на самые дешманские чипсы московских картофель какой-то. Протом с очень плохим... Ароматизатором. Да. Они прям очень дешевые, вкусные. Даже дело не в ароматизаторе, сама картошка невкусная. Она как будто бы какая-то, она рассыпается, а не как картошка, песок какой-то. Она как будто из картофеля. Она какая-то, московский картофель вот эта есть или такой этот, твистер или дешманские чипсы для тебя. Вот она, наверное, очень даже не вкусна. Я не хочу больше пробовать. Заканчиваем ролик. И вообще, да. Ну, по вкусу, типа, ну, хреночек немножко чувствуется. Ну, не такой ядерный, как три корочки. Холодец хрен, они прям в нос иногда дают. Да. Короче, оно и по запаху очень такое легкое. И по вкусу прям холодец хрен, ну, прям тонкая нотка. А так вообще просто как будто ты картошку ешь и очень дешевую. Говно. Да. А один из пяти? Ну, не один из прям. Полтора. Два. Ну, полтора. И то за ароматизаторы хрена. Хрена. Давай дальше. Давай. Краб. Легендарный вкус. Тут посмотрим в его исполнении вот этих чипсов, потому что у Лейса Краб это... Это вот. Ты не говоришь, блядь, в каждом выпуске про ебаный Лейс. Ну, не в каждом, но в чаще. Так, тут теперь она страстная покупка. Розовая вообще она, сука. Это не розовая, а персиковая такая какая-то, бронзовая. Персиковая у тебя зовут? Нет, персиковый фрукт такой. Здесь тоже слабенький запах, но похоже как Краб такой классический. Это ужасно. Классная упаковка. За упаковку лайк. Нет, упаковка реально прикольная. Нет, упаковка классная, претензий нет. Весело, ярко. Мы в прошлый раз придирались именно к упаковке. Тут она просто балденая. Притом даже с двух сторон охуенная. Она на уровне японских Лейсов. Да. Упаковка да. А вот вкус... И структура чипсов. И вообще... Особенно структура. Очень мне нравится. Даже вкус, конечно, тут тоже говнище резко. Они прям чересчур тонкие, чересчур рассыпчатые. И вкус... Вот у краба... Я не знаю, как сказать. Вот, например, у Лейса у краба вкус раскрывается сразу. Резко. И он такой приятный. Немножко такой кремовый, сладкий. А тут... Ну, он тоже сладковатый. Он постепенно... Он сладковатый, но он вообще не то. Спасибо. Запах приятный. На вкус, да. Это крабовые палки. Да, похоже. Или дешманские. Очень дешевые. Вот берешь самые дешевые крабовые палки... С картошкой. Откусываете. И это вот тот же самый вкус. Ну, этот чуть лучше, по-моему, хрена. Ну, двойка. Я не согласен. Нет, это хуже хрена против. Мне очень больше понравилось. Двойка. Вот я тому поставил два, а этому полтора ставлю. Это... Ну, нет, наоборот. Тут хотя бы вкус более... Он не очень вкусный, но выраженный. Хотя бы он чувствуется. У колотца с хреном хотя бы он не химозный. Ну, никакой почти. Просто картошка. Да. И теперь мы возьмем... Знаешь, какой вкус? Молосольный огурец. Кстати, расскажу тебе историю про молосольные огурцы. Сейчас, секунду. Охренная упаковка. Блядь, упаковки вообще охренные. Смотри, она на огурце плывет. Тусует. И уточки, блядь, зеленые, и желтые. Блядь, классные. И огурец еще написано по-русски, а молосоль написано по-английски. Не, упаковка, вот красавцы, молодцы. Здесь прям не доебаться. Да, если бы вот такие же они были внутри, это были бы охренные чипсы. Да. А про молосольные огурцы история. Раньше были в моем детстве кириешки со вкусом молосольных огурцов. Да, возможно. Вот. И они были моими самыми любимыми. Да. Просто охуенные были. Вот кто помнит. Он помнит. Стрекорочки тоже были как-то с молосольными огурцами. Да. У меня не попадались. Мне только немножко. Про чипсы говорил. Чипсы были. Лэй с молосольными огурцами. У меня вообще не. Вообще. Такое белое нище было. Мне очень нравилось. Мы попробуем. И блин, вдруг сейчас это бомбовый. Как вкусно. Структуру картошки не спасти. Но вкусом можно все это делать. Афизатором. Опять же. Блядь. Тоже зеленое. Блин, так кайф. Упаковки. Ммм. Пахнет огурца. Блин, запах кайф. О, запах прям, вот прям как у кириешек с молосольными. Да. Или даже, похоже, ты открываешь баночку моносольных огурчиков. Ну, с укропом прям пахнет таким. И все. Нет, запах классный. Это единственный запах, который прям понравится. И он такой, ярко выражен. Ммм. Умм. 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 Ум. Умм. 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 картофель. Суки, наебали. Реально же похоже на московский картофель. Как будто реально просто упаковку одиночку другую и все. И сыплет московский картофель. Ах, Настюха. Ах ты, обмануть решила. Ну ладно. Она разработала упаковки. Дестивные, молодежные, модные. Ну если она действительно сама разработала упаковки, то я лайк ставлю. Что она делает с шаурмой? А, типа режет. Блядь, это типа пила. Е, бать, тут же наконечник. Мы просто вниз смотрели, что да. Неприличное что-то. Вот в этой области. Да, тут вверху лезвия, типа она режет, шелкует это шаурмичное мясо. Шаурма уже был именно от Евлеева путь с шаурмой. А тут, кстати, необычно. Внутри она красная. А в сервисе? Цель чипс красный, мне кажется. Прикольно. А там зеленые оказались. Ну запах, ну, копченостей очень слабенький. Курицы копченые. Да. Когда берешь вот такой вкусов копченых курицы. Обычно, когда так пахнут чипсы, они невкусные. Да, это опыт обзоров, блядь, уже пришел ко мне, поэтому я знаю. Ну, я бы сказал, что они не вкусные. Ну, да, кстати. Они норм. Вот они норм. Лебать они там, такие. Вот эти действительно, они настоять, как будто ядерные единственные. Да, при том ядерность такая, когда копченость, слишком много копчености, она кислая, вот эта кислая копченость какая-то. Да, кислинка. На шаурму не похоже. Похоже на какую-то реально копченую просто жижку, не знаю, для копчения. Да, как будто бы концентрат, знаешь, для копчения. Да. Типа дымок. По-моему, и тогда шаурма не было похоже, да, на шаурму? Вот на это было похоже. Да. Но на фоне всего предыдущего, это, по-моему, и дальше вариант. Это действительно можно есть. Да. Он такой, он прям ядерненький зато. Угу. Те были все-таки лайтовые все. И картошка получилась нова. Какая хуйня. Это может за вкусы, так вам кажется, блядь. Типа она просто вкуснее становится. Ну, это похоже на чипсы, хотя бы. Да, ебать они ядерные, слушай, да, прям некоторые вообще очень. Угу. Да, это прикольно. Ну, типа. Ну, мне нравится прям вкус такой насыщенный в чипсах, типа химозный. Вот это вот он. Это вообще. Рубер. Да. Эти можно взять и съесть. Ну, тоже. Ну, три с половиной, со мной не больше. Ну, я даже четыре. Четыре. Угу. Да. Вот это по кайфу. Угу. Ну, не прям по кайфу. Ты, конечно, тоже это давай не привели. Ну, по сравнению со всеми остальными. Ну, когда ты сравниваешь с говном, то, конечно, по кайфу. Угу. Ну, в целом, просто можно. Ну, то есть, хороший среднячок. Хороший среднячок чипсов, да. Да. Ты взять и как бы, ну, и съешь. Да. Ну, а теперь переходим к коротким итогам. Дай сюда все эти ебачьи 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 ебачьи. Ну, вы поняли. В общем, что по итогам мы скажем. Скажем, что. Скажем, что. Дизайнеры красавцы. Вообще молодцы. Да. Просто лучшие. Вот всей этой истории вы лучшие. У всех бы таких, у всех бы чипсов была такая упаковка. Да. Это круто было. Да. Ну, не обязательно там девочка, понятно. Ну, сам стиль. Просто, да. Веселый такой, яркий, интересный. Вот. Да. Необычный. Да. По вкусу, скажем так, хуёво в основном. Структура, единица. Вообще плохо. Да. Вот как-то более-менее, почему-то последние показались получше. Ну, в целом, мне кажется, это просто такое совпадение какое-то. Потому что сам, наверное, все-таки они научили. Да. Вот. По вкусу, ну, по сути вкусно. А по вкусу невкусно. Да. Чипсики должны быть ядерные. Должны быть такие картофельные. Крустящие, да. А эти ты прям берешь, кушаешь, они какие-то на вкус, ой, на структуру именно очень. Блядь, даже на картошку не похоже как-то. Как будто крахмал рассыпчатый вот. Да. Вот. В общем, как и ожидали мы, наверное. В общем, думайте сами. Как ты ожидал, линейка так себе. Да. Думайте сами. Решайте сами, брать, не брать. Вот это можно взять. Ну, вот это можно подумать. Но, смотри, если вы вдруг поклонник московского картофеля, блядь, вам прям нравится, обожайте. Вот это все вам зайдет сто процентов. Просто, если вы любите лейс или там принклс. Нет, пока же, возможно, не все, но кое-что зайдет, да. Ну, да. Ну, типа, если саму такую вот структуру непонятную у них такая любите. Если любите лейс такой, да, принклс, то это вряд ли зайдет. Пестрелу, там, той-то, да. Пестрелу, которой уже давно нет у нас. Да. Нет, ее на коем-клоде ничего есть. Изи, изи обзорчик на изи пизи. Да. Как ты хорошо сказал. Даже не хочу тебя перебивать больше. Поэтому ставьте лайки на этот ролик. Думайте сами брать, не брать чипсы. Да. Пишите комментарии, пробовали ли вы их и вообще в целом, что думаете об этих чипсах. Подписывайтесь на каналчик. У нас там чуть-чуть, да, тысячи. У нас была уже тысяча, но потом опять опустилась. Ты опущенный, потому что... А ты вместе со мной. Вот. Поэтому всем пока. До скорых встреч. Да. А зачем я ставлю лайки постоянно? До скорых встреч. Продолжение следует...